МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласен, давайте посмотрим, кто у нас борется за место ведущего. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не стою, но притворитесь этот взгляд. Все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Задыхаясь, я крикнула. Шутка, все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко. И сказал мне, не стой на ветру. Говори же, когда ты сердито. Все, что душу волнует и мочит. Будем, друг мой, сердиться открыто. Легче мир и скорее научит. Друзья мои, вот такая вот тройка Сергей, Илья и Юлия только что на ваших экранах. Давайте обратимся к нашему федеральному эксперту Денис Полнчуков. Пожалуйста, кого бы вы из этой тройки выделили, учитывая, что все ваши фавориты были в первой тройке? Ну, смотрите, если выделить и стройки, то это вот последняя девушка, которая выступала. Если говорить про молодых людей, ну, вы знаете, я изначально бы не стал приходить на кастинг в черном. Тем более, если мы говорим про утреннюю программу. Ну и потом все-таки как-то серьезно. Вот, ну, вот. Знаете, я считаю всегда, когда меня спрашивают про журналистику, про ведение в кадре, я говорю, вот либо дано, либо не дано. Можно закончить журфак, можно закончить технический вуз и прийти, и дальше работать. Вот, знаете, вот сразу, что отложилось в сердце, в душе, я озвучил. Поэтому здесь все-таки, вот, если выбирать из этой тройки, то девушка. Мне подсказывают, что это была все-таки Кристина, я с именем ошибаюсь. Такое бывает. Ну, меня, скорее всего, скоро заменят. Ну, да ладно. Критичный ведущий. Хочется услышать мнение экспертов в нашей студии. Да, я буду очень коротко. Я бы все-таки выбрала Илью. Ну, конечно, он пришел в черном, но он, может, еще и не знает, что в черном нельзя ходить на телевидение. Это просто противопоказание. Но вот я говорила о том, что человек не должен оставлять равнодушным. Может быть, такого у нас еще не было. Вот так вот, скажем, такого образа у нас нет. Весельчак у нас есть. Согласен. Красавица у нас есть. Да, да, да. Красавица. Такой образ ботаника, ну, я бы там поковырялась бы еще. Причем парень хочет вести аналитическую программу, что большая редкость для столь молодых. Может быть, не всю программу, может быть, рубрика. Да? Ну, для начала, да. Да, да. Ну, в общем, посмотреть. Мария. Мне очень понравилась Кристина. От нее какое-то исходит добро, искренность. Вот лично мне утром, проснувшись, включив телевизор, захочется слушать этого человека. Но, возможно, я проголосую за Илью. Открою секрет, что... Почему? Ты любишь имя Илья? Нет, это выбор от цеха гримеров. Потому что девочки уже придумывали ему образ. И вот есть наметки, хотелось бы что-то поплатить. Есть с чем поработать, да? Да, есть с чем. Есть с чем поработать, да. Я бы на это посмотрел. Короткие прически для девушек в кадре, это хорошо или плохо? Это по-новому. У нас таких мало. Надо пробовать. Надо пробовать, да. Хорошо. Лидия, пожалуйста. Я бы отметила сильные стороны у каждого из кандидатов. У Кристины ярко выраженные скулы. Скулы – это коммуникабельность, это любовь к общению с людьми. Я думаю, для журналиста это очень важно. И плюс у нее тоже наработаны вот эти валевые желваки. И тоже будет ответственно выполнять все задания, выносить все сложности. По Илье я на утреннее шоу, если честно, не вижу. Но в целом, как телеведущий, наверное, неплох. У него очень сильная уверенность в себе. Тоже хорошая воля. Он достаточно авантюрный, может бросаться в какие-то такие необычные истории. И в целом он достаточно системный и сможет, опять же, все сложности журналистской работы выносить. А вот уже Сергей добродушный парень. Вот. А Сергей, на мой взгляд, как раз больше подходит для утренней программы, потому что он открытый, он светлый, он достаточно позитивные эмоции вызывает. И у него есть журналистский опыт, у него наработаны вербальные навыки. Опять же, я посмотрела на подбородок, мяско хорошо наросло, говорит, хорошо и убедительно. Достаточно добродушный. Мы считываем довольно позитивный образ. Я бы его рекомендовал на утреннее шоу. Ну, давайте. С этой стороны, что скажут наши эксперты? Ну, если вы хотите привлечь молодую аудиторию к вашему шоу, я бы выбрал «Увью», потому что, во-первых, мне кажется, что он будет пользоваться большим спросом у женской аудитории. Не секрет, что в большей степени это женская аудитория и утреннего шоу вообще телевидения. Вот. И мне кажется, у него хорошее чувство юмора. На самом деле. Он скрывает себя под маской вот такого человека. Брутального, да? Да, брутального. Брутального, не брутального, он такого вот аналитического человека. На самом деле, когда он дочитал секретарь не до конца, он начал улыбаться. Я понял, что он, в общем, как вы сказали, достаточно авантюрный и в то же время достаточно легкий человек. Ну, а у Кристины, мне кажется, идеальная внешность для телевидения. Во-первых, у нее есть харизма. Это сразу видно. И она сто процентов подошла бы для ведения и утреннего шоу, и дневного шоу, и музыкального. Она универсальный ведущий. Могла бы получиться очень хорошая ведущая, да. Но ваше мнение, это все-таки в адрес кого больше, вот если из трех выбирать? Слушайте, давайте мы сейчас выберем хотя бы... Отдывайся. Хорошо, хорошо. А потом, да. А потом уже будем ее убить спричав. Смотрим, да. Я сейчас окажусь в меньшинстве, сказав про Кристину что-то такое критическое. Она нам интересна даже очень. Да, дело в том, что когда Кристина говорит, у нее немного сжаты, как челюсти. Она не до конца не свободно открывает рот. Это может говорить о сдержанной агрессии и невыражении этой агрессии. Там, где мы сдерживаем агрессию, мы сдерживаем и другие наши чувства. Соответственно, это тоже может быть бомбой замедленного действия. И, скорее всего, она справится, она вывезет. Но какой ценой это будет для нее, непонятно. Потому что вот тут как раз вопрос к этой самой... Я бы это не стрессоустойчивостью назвала, а к способности вот в таком вот быстром темпе и в большом количестве. Ну и жить в таком ритме постоянно, назовем это так. То есть выдержит, она 100% выдержит. Но при этом есть вероятность, что там может быть заболевать или там сильно тревожится по этому поводу. То есть какие-то такие нюансы возможны. Ну, доест пойдет в декрет. У нас это вот так... Илья, кажется, наоборот, очень устойчивым. Другой вопрос к поворотливости. Насколько он там в темпе сможет эту свою устойчивость развить. Ну, вы знаете, с этим у нас попроще, потому что либо ты успеваешь, либо нет. Быстро учиться на раз-два. Да, да. А Сергей производит впечатление добродушного парня. Но вот как-то на лице вот как раз для меня не написано. Вот тут больше к физиогонмистам. Поэтому, ну, вот кажется... Все, спасибо большое. Простым хорошим. Мы, в принципе, услышали наших... Хорошо, галочки поставили. В любом случае, наши претенденты являются конкурентами между собой. Но вот точно кто был вне конкуренции, так это наши маленькие участники. Они никого не оставили равнодушными и даже подавали пример своим родителям. После выступления детей мамы нередко брали микрофон и тоже выходили на сцену. Давайте посмотрим, как это было. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я сразу подумала, ну, журналистика мне очень близко, я этим занимаюсь. Поэтому, почему бы не попробовать? Тем более, что нет возрастного ограничения. Привет. Привет. Как тебя зовут? Ксюша. Ксюша, у тебя такие красивые косички. Тебе мама сделала? Да. Ты сегодня готова прочитать стихотворение? Я в ветер, в ветер, ты богат, ты гоняешь, стаясь. Тут ты бусуешь в силе воли. Ты... Всюду, всюду веешь на простой. Всюду веешь на пустыне. Не боишься никого. Крови Бога, а народ. Ну, просто браво. Ксюша, поаплодируйте. Ксюша, тебе сколько годиков? Сколько лет? Слышите меня. Аина, жальтесь надо мной. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить. Так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Ты волнуешься? Нет. Нет? А если не волнуешься, то... Ну, а что это испытываешь? Радость, счастье? Ну, наверное, радость. А почему именно Пушкин? Не знаю. Мне у него стихотворение понравилось. Оно было самое такое изящное. Вы хотите именно быть телеведущей? Да. Да? Я всегда хотела покорить этот мир. И ласково кивнула мне она. Слегка лицо от ветра наклонило. А вообще любите стихи? Да. Сами пишете? Ну, помаленьку. Помаленьку начинать. Ну и правильно. С чем-то творческим в жизни занимаетесь? Футбол играю. Как вас зовут? Катя. А фамилия Катя? Екатерина Сергеевна. Всем добрый день. Меня зовут Королева Маргарита. Мне 12. Очень хочу попробовать себя в телевидении. И качаюсь. Шепчу шаловливо. С добрым утром. С добрым утром. В общем, пока вы смотрели этот замечательный сюжет, мы считали, кто же из наших кандидатов вышел в суперфинал. Сложным, кстати говоря, подсчетом мы выяснили, что это Илья. Мы вас поздравляем. Пока что вы уходите в суперфинал, станете ли вы новым ведущим телеканала «Тюменское время», время покажет. Но после таких вот милых видео, которые мы с тобой-то видели лично, а люди наблюдали сейчас, нам остается только одно. Конечно, брать таких замечательных и самых милых ведущих на ТВ. Да, это про детей. Первая сенсация за этот эфир. Мы запускаем в шоу «Утро» детский прогноз погоды. Вести которые по очереди будут все наши маленькие кандидаты. Ура-ура всем, кто не побоялся прийти и выйти на сцену. Но все подробности будут в нашей группе ВК, ну и с родителями свяжутся наши продюсеры. Но все меньше и меньше остается времени до объявления финалиста кастинга. Да, но еще можно успеть выиграть вот такую вот кружку, которую я не устаю доставать. Зрители, пишите имена своих кандидатов, совпадает ли ваше мнение с экспертом. В студии узнаем уже через несколько минут и также, естественно, узнаем, кто эти кружечки получит и как. За стихотворение, работа на ТВ, как проходил кастинг в «Кристалле». Новое лицо тюменского времени. Кто разбудит тюменцев уже 3 апреля? Все подробности через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok